С единственной разницей, что это происходит не на взлёте биткоина, как тогда, а на его огромном падении. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Это видео, которое тебе точно не стоит пропускать, ведь спустя несколько лет, когда ты вернёшься к нему, ты можешь очень-очень пожалеть об этом. Сегодня поговорим о том, почему, по моему мнению, мы живём в то время, когда обычный человек в последний раз сможет накопить один целый биткоин. Также поговорим про переобувание известных медиафигур и о том, что кардана достигла больших достижений за прошлый месяц. Если для тебя это звучит интересно, буду рад лайку, это всегда очень приятно и помогает мне находить мотивацию для создания новых видео. Аналитик CNBC Джим Крамер, которого ты наверняка уже знаешь, говорит, что криптовалюта, кажется, летит в бездну. Когда она обрушилась с 3 триллионов долларов до 1 триллиона, почему она должна на этом останавливаться, сказал он, имея в виду рыночную капитализацию криптовалютного рынка. Также он добавил, что в криптовалюте нет никакой реальной ценности. Если ты уже пережил несколько циклов криптовалюты, как и я, как и давние зрители этого канала, ты наверняка знаешь этот график рыночного цикла. Учитывая настроение средств массовой информации и розничных инвесторов, кажется, мы находимся на стадии либо злости, anger, либо депрессии, depression. На стадии депрессии многие инвесторы говорят, что все их сбережения потеряны. Они задаются вопросом, как заплатить за коммуналку, еду и газ. Какой же я идиот. Вот что они говорят во время депрессии. Как ты видишь, после депрессии начинается восстановление рынка. Джим Крамер, который на бычьем рынке прогнозировал 3000 долларов за эфириум, теперь говорит, что криптовалюта катится в бездну и у нее нет реальной ценности. Но давай посмотрим на биткоин и спросим, есть ли у него ценность или нет. Есть множество причин полагать на долгосрочной дистанции, что биткоин за 20000 долларов сегодня – это как биткоин за 3000 долларов в 2020 году. Если он действительно упадет до 13000 долларов, как прогнозируют некоторые, я думаю, что это будет огромная возможность для покупки. Хотя и сейчас, думаю, покупать неплохо, если ориентироваться на следующие 5 лет. Биткоин сейчас, как ты видишь на этом графике, торгуется ниже 200-недельной средней скользящей, которая здесь обозначена штрих-пунктирной линией. График цены биткоина обозначен черной линией. Как ты можешь заметить, за всю историю биткоин лишь 4 раза торговался ниже этой линии. В декабре 2014 года, в сентябре 2015 года, в декабре 2018 года и в марте 2020. И прямо сейчас, как ты видишь, случился пятый раз. То есть за всю историю всего лишь 5 таких исторических шансов купить биткоин. Эти уровни исторически обозначали возможности поколения. То, что называется Generation Chance. Всего лишь 4 раза за всю историю были такие удачные возможности купить биткоин. И сейчас мы наблюдаем пятый такой раз. В дополнение к этому, баланс биткоинов на биржах стремительно падает. Как ты видишь, за июль вывели более 150 тысяч монет. И это рекордное значение за последние 3 года. Многие люди понимают, что биткоинов всего лишь 21 миллион. И из них около 5 миллионов утеряны навсегда. Сейчас они пытаются ухватить как можно больше биткоинов. Но самое интересное заключается в том, что крупнейшие покупатели биткоина сейчас оказались мелкими игроками, у которых на счету меньше одного биткоина. Такое случается достаточно редко. Посмотри на этот график. Здесь мы видим огромный скачок. Вот он. Это количество биткоинов, которые скушали аккаунты с балансом менее одного биткоина за последний месяц. И как ты видишь, это даже больше, чем в 2017 году. Вот здесь, когда биткоин достиг исторического на тот момент пика. С единственной разницей, что это происходит не на взлете биткоина, как тогда, а на его огромном падении. Крупнейшими покупателями на сегодня остаются огромные киты, которые уже давно в игре, и инвесторы с балансом менее одного биткоина. Они точно знают, что этот период, в котором мы пребываем сейчас, является последним, когда можно купить целый биткоин. Верю ли я в это, что сейчас мы находимся в том моменте, который впоследствии будут вспоминать, как последний шанс купить целый биткоин? Я верю в то, что сейчас обычный человек не может накопить 10 биткоинов. Он не накопит их уже никогда. Поэтому я верю, что через 5 лет обычный человек больше не сможет накопить 1 биткоин точно так же, как обычный человек не может накопить 10 биткоинов сейчас. Но самые большие вознаграждения, конечно, принесет не биткоин, а как обычно, альткоины. Наша задача определить, какие из них не умрут в этом медвежьем рынке. И прямо сейчас Кардана находится в самом своем дне в плане цены. Но если мы посмотрим на ее развитие, то увидим, что все выглядит не так уж и плохо. Мало кто заметил, но за последние 10 дней Cardano вошла в 10 крупнейших альткоинов в плане активности разработчиков и развития проекта. Давай посмотрим, что же такое активность разработчиков и почему она важна. Высокая активность разработчиков говорит нам о том, что проект серьезный и может что-то предложить бизнесу. Проект, скорее всего, принесет новые функции в будущем. Большая вероятность, что проект не является скамом. Также активность разработчиков позволяет оценить возможности проекта создать рабочий продукт, продолжать совершенствовать свои функции и справлять найденные ошибки. Cardano на данный момент является лидером по активности разработчиков и входит по этому показателю в топ-10 альткоинов. Ты можешь увидеть это на этой диаграмме. Я могу сказать также, что в следующем был ранее именно альткоины принесут больше всего прибыли, а не биткоин. И кажется, Cardano вполне может оказаться одним из таких альткоинов. Но это, конечно же, не финансовый совет. Напиши в комментариях, какие альткоины, по-твоему, могут стать такими, что в будущем принесут огромные прибыли, а сейчас являются очень привлекательными для покупки. И напоследок я хочу показать тебе кое-что очень-очень позитивное. Мы уже слышали о движениях в Великобритании, США и Австралии. Теперь и страна в Евросоюзе инвестирует 46 миллионов долларов для блокчейн-проектов. И это Италия. Все компании, разрабатывающие технологии, интернет-вещей, искусственный интеллект или блокчейн, будут иметь право подать заявку на получение государственных субсидий, при условии, что средства будут использоваться в определенных секторах, таких как, например, здравоохранение. Министерство экономического развития Италии объявило, что некоторые блокчейн-проекты смогут подать заявку на получение государственных субсидий в размере до 46 миллионов долларов, начиная с сентября этого года. Во вторник министерство заявило, что компании, а также государственные или частные исследовательские фирмы смогут подавать заявки на финансирование от правительства для разработки проектов, связанных с искусственным интеллектом, интернетом вещей и технологией блокчейн. И, наконец, цитата от министра экономического развития Италии. «Мы поддерживаем инвестиции компании в передовые технологии с целью поощрения модернизации производственных систем с помощью моделей управления, которые становятся все более взаимосвязанными, эффективными, безопасными и быстрыми. Цель конкурентноспособности требует от обрабатывающей промышленности постоянного внедрения инноваций и использования потенциала новых технологий». Так что Италия использует эту возможность поколения и, кажется, нацелена стать лидером криптовалютных проектов и стартапов в Европе. Что, опять же, является новостью не для масс, а для классов, как говорится. И об этом мало кто говорит. Гораздо лучше сказать о том, что биткоин мертв и вся криптовалюта катится в бездну, как это делает Джим Крамер. Но я не Джим Крамер, и мой канал несет в основном новости для классов. Я рад, что имею возможность освещать такие события на таком рынке, когда все остальные говорят о том, что криптовалюта и биткоин в скором времени умрут. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за твою поддержку. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok